еще одна замечательная публикация очень интересная публикация под названием гравитационные кандалы почему инопланетяне не смогут выйти в космос коротко астрономы уделяют пристальное внимание супер землям экзопланетам чей радиус примерно в два раза превышает земной поскольку они также могли стать колыбелью жизни в космосе но беда в том что гравитация которая обеспечивает все условия для развития инопланетной жизни также является ловушкой мешающий гипотетическим инопланетянам выйти в открытый космос вот так вот они могут на этой планете и застрять навсегда читаем дальше изучение экзопланет вращающейся вокруг далеких звезд показала что миры подобные нашей земле встречается довольно редко куда больше распространены скалистые планеты радиус которых примерно в полтора раза больше земного астрономы зовут их супер землями впрочем и они представляют для науки определенный интерес а потому исследователи упорно изучает каждую возможность для того что где-то среди скал может таиться инопланетная жизнь если бы жизнь на такой планете не только возникла но и развилась до технологического уровня современного человечества то мы смогли бы к примеру обнаружить сигналы космических кораблей ксеносов или других вы можете спросить кто такие ксеносы и так поясняем ксенос термин обозначающий чужой или чужак с человеческой точки зрения и относящийся ко всем нечеловеческим внеземным разумным существам используется и префикс ксена тире например ксена артефакт или ксена тире технология обозначающие инопланетный артефакт или инопланетные технологии и так я надеюсь всем стало все понятно однако недавнее исследование представлены в international journal of astrobiology проясняет один важный факт даже небольшое увеличение силы тяжести сравнение земной могу существенно повлиять на любые интеллектуально развитые цивилизации почему же это так читаем дальше так вот гравитация этот друг и враг инопланетян ученый из обсерватории зонерберг в германии моем гибкий говорит даже утверждает многие экзопланеты более крупные и тяжелые чем земля обладают также большой поверхностной гравитации это обстоятельство делает космический перелет из таких миров намного более сложными поскольку необходимая топливная масса в данном случае будет расти по экспоненте к примеру на планетах радиус которых вдвое больше земного масса будет примерно в 10 раз больше гравитация примерно в два раза сильнее во многом это зависит и от состава самой планеты подобная сверх тяжесть может поспособствовать развитию жизни поскольку облегчит удержание атмосферных газов и таким образом сформирует достаточно плотную атмосферу чтобы защищать поверхность от воздействия космической радиации но высокая гравитация также станет и своего рода ловушкой удерживающей разумную жизнь нас планете для того чтобы запустить в космос лишь одну тонну вещества на кеплер 20b скалистой экзопланете радиус которой больше земного в примерно в два раза а масса в 10 раз больше ракета должна быть примерно в три раза больше знаменитого сатурна 5 а чтобы запустить на орбиту что-то более полезно к примеру новый телескоп имени джейпса уэба который весит 6 и 2 тонны потребуется примерно 55 тысяч тонн топлива в таких условиях запуск космического корабля и вовсе видится чем-то невообразимым для того чтобы аппарат размером с аполлон 11 смог преодолеть притяжение планеты ему понадобился бы топливный бак размером с великую пирамиду в гизе угол так вот что там про космические перелеты с таких планет читаем дальше конечно если инопланетяне окажутся и в самом деле высокоразвитыми существами то рано или поздно они найдут способ обойти ограничение налагаемой гравитации планеты в статье описано одна из подобных стратегий гибки предполагает что строительство стартовых платформ космодромов на вершинах гор поможет облегчить ситуацию но и здесь есть одно досадное обстоятельство на больших планетах горы как правило сравнительно невелики противном случае они просто разрушились бы под собственным весом при такой высокой гравитации в качестве альтернативы жителям супер земли может помочь технологии которые ученые развивают и на земле а именно запуск ракет из нижних слоев атмосферы к тому же экзопланета сможет оказаться миром полностью покрытым водой и в данном случае подводный космодром будет оснащен своего рода подлодками с баллистическими ракетами которые смогут отвести космический корабль в космос это еще одно осложнение и в без того не самом простом процессе заключение майкл отмечает что в случае планет масса которых превышает земную больше чем в 10 раз ракеты на химическом топливе и вовсе отпадают как средства для космических путешествий по мнению исследователя на запуск одной такой ракеты уйдет значительная часть ресурсов целой планеты что является весьма неразумной тратой средств единственным средством для гипотетических братьев по разуму могут стать космические лифты построить которые можно только с помощью материалов на земле неизвестных и обладающих достаточным запасом прочности так что даже если человечество и обнаружит разумную жизнь среди звезд это к счастью или к сожалению не означает что инопланетяне пожалуются с ответным визитом ну что ж вот одна из причин почему к нам еще никто не прилетел потому что экзопланеты которых могла образоваться жизнь были очень больше чем земля гравитация не отпускает инопланетян с их планет а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok